Что может быть проще? Попасть мячом в коробку. На самом деле, без особой сноровки стать метким стрелком не так-то легко. Станция «Снайпер» проверила ребят, насколько они могут быть настойчивыми в достижении цели. Моя станция называется «Снайпер». Дети должны попасть пять раз в цель. Из трех попыток пять должны быть удачными на группу. Дальше больше. На станции парашютисты этот принцип работал как нельзя лучше. Общекомандный результат здесь суммировался после выступления всех игроков. А как парашютистные прыжки с парашютов. То есть они чем дальше прыгают, и получается сколько метров у них расстояние до прыжка прыгнули. Здесь нет такого, чтобы можно откуда-то прыгать. Решили так сделать. Зорница проверила ребят и на оказание первой доврачебной помощи. Как показала игра, подготовить пострадавшего к эвакуации в госпитале и облегчить ему страдания юные бойцы умеют. Ребята действуют правильно. Фиксировано два сустава. Сейчас посмотрим, как они его будут переносить. Командные испытания ждали участников Зорницы не только на улице. Впервые в этом году в игре задействовали практически всю территорию детского домашколы, включая учебные классы. В одном из них проверялись знания по правилам дорожного движения. В рамках акции «Безопасные каникулы» было не лишним напомнить детям о том, что дорога таит в себе немало опасностей. Набрать баллы команда помогла викторийно. Самых активных ждало поощрение светоотражателей, которые вручались детям вместе с памятками. Громкий звуковой сигнал специальной патрульной машины. Сирена. Правильно. Прочная широкая ряда, обеспечивающая безопасность водителей и пассажиров автомобилей. Примеет безопасность. Столь масштабно Зорница здесь еще не проводилась, подметили организаторы. Команды пели патриотические песни, проверили свою ловкость, выносливость, а главное умение работать в команде. Участниками данного мероприятия стали все воспитанники детского дома школы. Каждая группа организует свою команду. Учитывается участие всех детей группы, штрафные баллы ребята получают за то, что если кто-то отказывается участвовать. То есть это такое коллективное мероприятие. Военно-патриотическая игра – лишь один из пунктов большой развлекательной программы, которую приготовили для ребят педагоги и воспитатели. Во время весенних каникул школьников ждут спортивные соревнования, мастер-классы, творческие конкурсы, поход в кинотеатры, театральное представление. Продумано все, чтобы эта неделя ребятам запомнилась надолго.